всем привет значит сегодня у нас на обзоре викторинокс кибертул в принципе это нож мультитул который я любезно подарил себе на новый год кстати который был заказан в магазине викторинокс москву почему заказан в магазине викторинокс москву потому что очень очень там приятные так скажем цены вот которые я могу сказать разбираюсь цены в разы ниже чем цены мы скажем других любых магазинах вот и кстати кстати уже предвидя ваш вопрос до отсылают в любую страну где есть почта так как каждый раз у меня почти что под каждым видео спрашивают отсылают ли отсылают специально посмотрел еще когда снимал он смотрел отсылают до сих пор ничего не изменилось значит давайте приступим к обзору викторинокс кибертул идет вот такой стандартный можно для микса коробочки его номер то есть его маркировка 1.77 25 . а вот сразу же скажу что есть более расширенные модели обратите внимание на это вот а кстати все ссылки на магазин в описании под видео незабываемо в этом переходим смотрим в комплекте идет коробочка но как обычно стандартная инструкция как мыть как открывать консервы как смазывать как пользоваться зубочистками а вот ничего интересного нету по большому счету для викс если у вас был хоть один викс все совершенно совершенно стандартно ну и собственно говоря вот здесь вот перечисленный перечисленный вот здесь так сказать взрыв схема этого тула и где есть у нас русский сейчас я сам найду чтобы вам показать где знакомые буквы да что ж такое знакомых букв нету китайский вижу ну кому интересно посмотрите на английском а кто не хочет смотреть на английском то же самое можно почитать в описании под видео так я подошу это напишу соберу значит по большому счету у этого мультитула как обычно стандартный набор инструментов кстати я хочу сказать что это мультитул у нас раз два три 4 5 рядный а вот 5 рядный и если бы был еще один риток то я бы его уже обозначил в разряд толстых мультитулов на сегодняшний же день вот этот вот мультитул как раз таки вот он на грани на самой грани между толстым и нормальным вот то есть им пользоваться и пользоваться вот с такой вот рукояткой вполне нормально вполне удобно то есть не сильно толстая потому что тот же немало известный многим любимым свист чем а вот я не могу сказать ребята что свист чем плохой толк это прекрасно вообще нету ничего плохого за исключением того что по моему мнению на мои предпочтения он толстоватый вот у меня долгие годы был свист чемп и кстати свист чемп это чуть ли не первые насколько я помню первый викс который вообще я себе купил погнался за набором инструментов купил самый самый большой какой только был ну и в итоге я и конечно пользовался но каждый раз мне хотелось немножко потоньше я думал что один ряд убрать может другой ряд убрать вот не будем располагайствовать значит безрядный тул у него есть как у всех стандартных виксов такого формата маленькое лезвие большое полноразмерное лезвие многие кричат что маленькое лезвие не надо мне же она очень надо очень нравится и очень очень часто я им пользуюсь а вот потом следующий у нас идет инструмент это совершенно нормальные порлона размерные ножницы врезу совершенно прекрасно да кстати нужно показать также как и нож кто зарежет что один что второй и тем более что уже почти месяц я этим словом пользуюсь естественные деньги за сил не правило но понятно что губик все здесь никаких мега супер стали нету это совершенно обыкновенный сэндвик вот выскочила из головы название напишу напишу то есть такая же сталька на море ставится нормальная нормальная сталь довольно таки легко правится и достаточно для ножа такого формата держит заточку вот то есть ничего такого за небесного нету и естественно естественно для того чтобы поправить этот нож вам не надо будет отдавать его чуть ли не на завод или покупать какие-то мега мега заточной системы санта и кусочек там алмазик или камешек какой-то вы элементарно будьте в управлении тому же компанию 3 ног точно также предоставляет и тащилки разных форматов для своих тулов ну естественно не только для своих тугов ножей ну и вообще вот просто можно любые ножи тащить тащилками вот викс вот значит дальше следующий инструмент следующий инструмент вот такие вот небольшие мишки плоскогубцы ну то есть стандартный для викторинокс гайковерт очень очень хорошее сведение губок то есть можно использовать как какой-то пинцета даже смотрите волосок на себе найду увидите элементарно даже за волосок хватается а вот вот здесь вот посмотрите в самом сходе в самом стыке у нас кусачки для проволоки ну в принципе конечно какие-то стальные стальную колючую проволоку каленую мы перекусывать не будем но что-то что-то там миллиметров очку элементарно можно вкусно даже под каленым а вот и вот здесь вот инструмент в 10 вот эти вот треугольнички это инструмент для зажатия разъемов я вам скажу что несколько раз я такого плана плоскогубчики поджимал разъемы вполне возможно вполне нормально то есть ни с какого ничего из такого тоже сверхъестественного нету и мощности и хватает кстати они как все стандартные плоскогубчики и бикса на заклепки и вот за лет наверное уже 10 пользования такими пускогубцами ни разу ни разу они у меня не разболтывались ну а если они разболтаются заклепка обратите внимание у нас есть выпуклая с обоих сторон просто положили куда-то наковаренку или на один молоточек и вторым сверху аккуратно катюк и они перестали болтаться но у меня еще не разболтались так также из стандартных инструментов здесь естественно у нас есть консервный нож то есть открывалка для консерв и на торце отвертка отвертка которая шлицевая отвертка но она и входит в шлиц крестовые отвертки то есть крестовых каких-то винтов шурупов бэш 2 то есть она совместимой с теми стиль вот дальше у нас идет двухпозиционная фиксация у инструмента большая шлицевая отвертка открывалка для бутылок и пазик для снятия изоляции и одновременно для подгибания проволоки если вы там где-то какой там охотник туристы выживающих ставите все эти ловушки то есть если вам это нужно ну или просто нужно подогнуть ровно проволоку под 90 градусов так как пальцами ногтями это не всегда удобно сделать вот ну а плоскогубчиками и тоже не всегда удобно ее зажать и для чего портить инструмент когда можно вот этим более так сказать мощным его потом плане сгибания здесь более мощный но одновременно же обратите внимание здесь вот довольно таки высоко поднята потому что обычно делают снимать или для изоляции они углубленные так что пальцы нам проволочку не прижать к сожалению проволоки под рукой нету но давайте представим что мы держим проволоку мы сюда положили и пытаемся снять изоляцию и если где-то углублено то нам очень неудобно придавливать придавливать эту часть проволоки а здесь же сделано наоборот поднята так что палец туда очень хорошо очень удобно ложится может для работы и еще я бы вам посоветовал если вы будете использовать вот этот инструмент чаще для снятия проволоки а я естественно буду использовать чаще для снятия проволоки нежели для ее изгиба нету не изгиба никуда стальной просто не просто проводок которому выдернули только что из нашего удлинителя или стены вызвали а вот такая стальная там каленая проволока то естественно лучше снять вот здесь такой фасточку то есть подточить чтобы она как бы быстрее прорывала изоляцию можно сделать можно сделать как я уже сказал позиция фиксируется в двух положениях чтобы отверткой можно было с рычагом что-то крутануть а вот как у венгера фиксации нету ну это с мандарту бицеринокс ну и конечно же да 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 я совершенно забыл сказать инструменты на которые мы давим у них посмотрите вот как раз из-за этой плав прозрачной рукоятки очень хорошо видно ведь и девочка то есть здесь видно ось и здесь видно ось то есть давление на отвертку получится за осью то есть когда мы давим на отвертку одним из инструментов то получается что мы как бы вы пытаемся открыть если бы было или ровно на оси или же за осью то при малейшем кофейне он бы закрывался здесь же в данном случае когда мы используем как отвертку благодаря тому что центр отверток находится за осью вот это вообще вся за осью находится то получается что мы работаем на самооткрывание то есть он у нас не сорвется и не закроется хотя другой стороны конечно все может быть все бывает и мне тоже на пальцы ножи закрывались а значит дальше что с обратной стороны с обратной стороны у нас есть просто отличный инструмент шило развертка как шило я им несколько раз пользовался надо было что-то проткнуть даже вам скажу больше я не так давно потеряла моя собака свой ошейник я купил ноги и нужно было новую отверстие сады жечку проделать и собственно я вот этим шилом вот этого вашего ножика я проделывал это отверстие я не как-то слышу что ребята говорили ребят что можно его больше когда хулигана нападать открытие кого-то ребята во первых не надо это делать потому что за особо травмам вы не нанесете вы можете сесть в тюрьму во вторых эта вещь не фиксируется его лишь она острая и может закрыться вам на пальцы вот ну а по большому счету как ее рекомендует компания использовать мы втыкаем и сегодня просверливаем сверли кожи сверли в деревяшке отверстие где-то в районе 5 миллиметров диаметре отлично светит ну и конечно же благодаря отверстие здесь можно 6 я не шил я сверлил я протыкала как ковырялку использовал полезная вещь действительно полезная вещь мне нравится а вот дальше следующий инструмент у нас крюк который куча куча гипотез особенно у людей которые не читали викторскую инструкцию для чего он может быть нужен ну ладно не судил для чего бы он не был нужен взяв такой инструмент каждый естественно использует его по своему усмотрению так что ни в коем случае я не хочу претендовать что викторинок справ я прав вы правы то есть вы взяли этот нож мы выбрали им используйтесь к так как он вам нужен они так как вас заставляет пользоваться какая инструкция правильно следующий инструмент даже набор инструментов то есть штопор но что про это понятно открыть бутылку вина или же очень удобно развязывать ну еще также что-то в сторону маленькая отверточка маленькая твердочка меня в предыдущем моем вексе где была такого плана отверточка кстати очень качественная часовой отверточки я и как часовой отверточки пользуются очень часто пользовался в том вексе имею ввиду а вот и очень очень удобно ей крутить особенно сейчас или сделали счет благодаря тому что на ней резьба было удобно крутить а вот а сейчас я еще сделали 6 град и еще удобнее стал крутить то есть как раз таки вот на такую тоненькой отверточку вот этой вот крутилки вполне хватает а компактная она естественно чтобы занимать меньше ну и потом у нас здесь вот инструменте все булавочка булавка полезная вещь можно какую-то за нужно вынуть что-то сковырнуть что-то нажать там допустим ресет какой-то нажать устройству или что-нибудь типа такого класса когда есть дальше что из стандартных устройств понятно что обыкновенная стандартная витсовская зубочистка кому-то можно ковыряться в зубах но так как этот нож все-таки валяется в кармане я бы не рекомендовал это из-за чистой гигиены не надо лучше можно что-нибудь и почистить там начиная даже почти сам же ножик и заканчивая грязь под ногтей повыковыривать ручка ручка кстати которая пишет вот понятно что это обыкновенный стержень с головкой для фиксации в принципе дам как совет стержень этот во-первых закончится не быстро не волнуйтесь можете иногда подписывать а вот у меня был векс ну когда в прошлом году я его задарил то есть 9 лет ловить вот я конечно не могу за что его ежедневно таскал но за девять лет я довольно таки немало и мы где-то расписался и что-то написал а вот естественно вы не будете писать этой русской конспекты медицинском институте а вот и где-нибудь что есть вам надо вдруг записать какую-нибудь пометочку поставить расписаться естественно тогда этой ручки вам хватит очень надолго к тому же стержень очень качественный а вот если вдруг он у вас закончится вы во-первых можете купить вексовский вы уже будете чувствовать что заканчивается и вы можете заказать купить вексовский это раз второе что можно просто погреть вот этот кончик аккуратно зажигалочка вынуть его купить стержень обрезать на нужную длину и также аккуратненько туда его вставить вот только не забывайте немножечко убрать оттуда пасты вот это туши чернил для того чтобы там был воздух иначе получится вакуум когда будет вакуум у вас он немножко подпишет и писать дальше то есть вы этому разберетесь дальше другой стороны пинцет пинцет в вексе очень полезная вещь и очень часто я им пользуюсь всегда когда есть микс ну хорошо что он есть а вот естественно колечко для подвешивания я их обычно меняю на более маленькие а вот потому что все таки лучше когда есть иногда нужно его куда-то подвесить там закрепить если скажем вы на рыбалке или где-то где он может упасть потеряться потому что вещь все таки не самая дешевая хотя в том же магазине дерево купил цели значительно разнятся по сравнению с тем особенно особенно по сравнению с тем что я за него отдавал отдавал бы в минске вообще какие-то и честно скажу не купил не купил год если бы пришлось покупать по цене минской даже зажал бы а вот викторинок москву вообще ну и конечно же двое программы именно этого ножа и на кибертула это вороток вороток для ключей отверток который также фиксируется в два положения как и большая отвертка можно вот так вот можно в принципе с размером этой рукоятки очень удобно им работать как отверткой и обратите опять внимание что сама сам ключ идет за осью то есть когда мы надавливаем он не пытается закрыться потому что испорт был на оси то мы его немножко шелохнули и он закрылся смотреть даже я рису держу да это мне вот нужно смотрите вот насколько мне нужно его загнуть чтобы он пытался закрыться вот настолько мне нужно искать свое движение чтобы он попытался у меня закрыться вот ключ бита держатель с встроенный сразу битка крест плоская то есть фигурные филипсы вот наверное минус отнеска вот и с другой стороны у нас идет бита держатель на 3 биты также у нас маленькой побольше крест вырос где-то ph2 вот это вот я даже не затрудняюсь сказать более острая более острая тоже по диаметру как h2 но более острые а вот дальше у нас идет торкс и дальше у нас идет еще два торца то есть это очень часто используем торцы которые но творцы естественно и отвертки которые чаще всего где-то встречается каких-то устройствах какие-то ножа а вот ну естественно здесь есть этот бита держаться так же вы можете докупить биты или купить другие и использовать их кого-то кого-то было бомбануло в комментариях что и такие биты не купить ребята это самые обыкновенные биты на 4 миллиметра можете купить будет ринокс вообще никаких проблем можно сделать другим путем наборчик китайский бит вот еще наборчик не знаю китайские они или русские или может монгольские не знаю обыкновенные биты на 4 миллиметра вот это двухсторонние вот это односторонние там кстати наборчики тоже односторонние 1 1 торфе который кстати при покупке вот вставлен в сразу ключ до торксы больше мы вот этого ты я не знаю вы не как применить вот этот инструмент нельзя кроме как хранить ним вот его даже как рычаг я бы не рекомендовал использовать на что ты слышишь бита держатель и мы его можем сломать значит обратите внимание по диаметру они совершенно одинаковые вот здесь фиксация шариком ну здесь естественно магнитная должна быть фиксация но как вы можете посмотреть она совершенно совершенно одинаково туда подходит вот то есть вот буквально недавно мной куплен набор китайский давайте я вам покажу вот на этом удивительный наш мухом и тут биты они здесь они еще одинаково можно будет китайский можно виски не брендовые можно купить на магните это будет крепко держаться можно купить шариком то есть это уже все по вашему желанию можно купить я сказал оригинальные викториноксовские биты это я всего лишь для примера что это не значит что я этот кибертул не куплю только потому что я нигде не найду бит да везде не продаются вот я вас уверяю я вам скажу что более того я специально ну не специально а я естественно спланировал этот обзор а вот и не так давно когда я был строительном магазине я спросил если у вас биты на 4 миллиметра но чтобы держать на 4 миллиметра они горят есть только в набор то есть там какие-то отвертки что то есть есть и бошевские есть всякие 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 вот то есть это не проблема и это не панацея по своим каким-то впечатлениям от пользования этим ножом нож очень достойный нож как и все дикции это понимаете как по размеру я могу сказать что вот этот как я уже так точнее тоже могу сказать я уже сказал это предел то есть по моему по моему мнению по моему на один ряд шея все это уже будет перенесен викс по моему же мнению в разряд толстых пока что вот это он и удобно лежит в руке у меня среднего размера рука вот удобно лежит в руке им удобно пользоваться буквально любым инструментом здесь оптимальный набор инструментов но и для города а я его брал только для города вот такой чистый городской деси нож во первых и совершенно все инструменты есть которые могут понадобиться и начиная того что поковыряться в зубах что-нибудь отрезать что-нибудь покрутить что-нибудь ухватить пусть закрутить продернуть там ножничками что-нибудь отрезать открыть какую бутылочку чарлуса хлопнуть открыть то есть мультитул действительно швейцарский нож на все случаи жизни ребят ту мне понравился для города я считаю на сегодняшний день это оптимальнейшая модель вот и еще раз напомню что покупать виксы очень выгодно очень выгодно повторяю еще раз очень выгодно именно викторинокс москву по какой причине цены ниже и самое еще что немаловажно прислывают посылка ко мне дошла вот тоже я хотел еще вначале видео это сказать вот но забыл сказать посылка вот вы меня спрашивали за сколько пришла я ребят не помню но пришла очень быстро вот обычном ко мне идет посылка где-то за неделю и действие же сильно это же пришло может быть три может быть четыре дня что-то типа такого значительно быстрее не то что прям гоп вот я заказал ее уже как по щелчку пальцев ко мне уже прибежал курьер через час нет разные страны а вот но где-то где-то но очень быстро может не четыре вот и самое главное что буквально чуть ли не в тот же день посылку же было отправлено вот что это на это все всем спасибо за внимание подписываемся на канал кстати классный подарок новому году что себе что своим близким вообще подарок огонь вот подписываемся на канал все ссылочки в описании под видео опять же напоминаю ставим лайки делимся своим мнением по поводу этого бикса вообще по поводу биксов вот такие 3 носят не нравится не панацея не нож перекрывающих все на свете но очень классная поспорье очень классно когда он у тебя с собой есть и честно скажу а души скажу я ни в коем случае не жалею о том что я подарил священ ни в коем случае не на секунду даже я доволен за человек который выиграл а вот когда я его отдал буквально вот через неделю я почувствовал что надо что-то себе за иметь потому что я его отдал а нехватка ощутилась вот так что действительно ребят ну сделайте там близким родителям мужу брату отцу сыну жене даже матери да кому угодно действительно был классный подарок личный подарок новому году и видео в виду такой новогодний все это всем пока с наступающим новым годом подписывайся на на ставь лайки лучшие цены на викс быстрая доставка пересылка во все города где есть почта викторинокс москву и это не реклама это действительно пойдите и посмотрите если вы не верите чтобы вы не спрашивали от говорю наперед все ребят всем пока и до встречи на канале а